Проблема уклонения от уплаты налогов становится все более актуальной, как в Мариел, так и в других регионах страны. Между тем, федеральный закон, призванный бороться с этим явлением, принят парламентом и подписан президентом России. Теперь дело за правоприменительной практикой, выявление незаконных схем, с которыми в управлении Федеральной налоговой службы по Мариел, ознакомили участников публичных слушаний. Борьба с уклонением от уплаты налогов должна быть прежде всего эффективной. И дело здесь не в количестве проверок, которых, кстати, стало меньше. Только за 9 месяцев текущего года их количество сократилось более чем на треть, с 89 до 55. Борьба с уклонением от уплаты налогов, которые позволяют налоговым органам дистанционно определять зоны риска, качественно проводить предпроверочный анализ и выходить на проверки только в крайних случаях. При этом налоговая служба акцент делает не на добор налогов проверками, а на добровольное понуждение налогоплательщиков к уплате своих налоговых обязательств. Так, за 9 месяцев текущего года налогоплательщикам добровольно, без проведения контрольных мероприятий, было задекларировано и уплачено налогов на сумму 104 миллиона рублей, а это 30% от всех поступлений по контрольно-аналитической работе налоговых органов. В тех случаях, когда проверки все же проходят, их вектор направлен на выявление получения налогоплательщиками необоснованной выгоды. В частности, речь идет о сделках, которые совершались лишь на бумаге, что по праву считается признаком деятельности фирм-однодневок. Поэтому в налоговом кодексе появилась новая статья, которая направлена на предотвращение использования так называемых агрессивных механизмов налоговой оптимизации. Закон определил два принципа налоговых злоупотреблений. Во-первых, нельзя получить налоговые преимущества из-за умышленного искажения сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения. Второй принцип устанавливает, что обязательства по сделке должны быть исполнены ее заявителем, и ее целью не должна быть ни уплата налогов. При этом важно учесть, что новая статья 54.1 не содержит положений, расширяющих полномочия налоговых органов. Мы, как и раньше, будем пользоваться той базой, теми процедурами, которые установлены налоговым кодексом по сбору доказательств, их фиксированию и оценке. При всем этом сохраняется принцип презумпции добросовестности налогоплательщика, что само по себе и является важнейшим элементом правового регулирования налоговых правоотношений. Субтитры создавал DimaTorzok